Кроме этого спортсменка, телеведущая и супруга известного юмориста Павла Воли призналась, что имена их детей определяла именно она. Глядя на Лейсану Тишеву удивляешься, как она все успевает. Съемки на телевидении, собственные шоу и проекты. За всеми заботами она успевает отлично выглядеть и воспитывать двух детей Роберта и Софию. Мало кто знает, но имена для дочери и сына были выбраны не случайно. Роберта назвала ее бабушка. В этот момент у будущей мамы уже был внушительный животик и малыш должен был появиться на свет совсем скоро. Она как-то спросила меня, вы приготовили имя? Я говорю, не знаю, надо на него посмотреть. Она говорит, как это посмотреть? Но посмотришь, и что, имя сразу придет. Думаешь, на меня посмотрели и заборжат назвали. Рассказывает семейную историю Лейсан. В итоге ждать рождения мальчика не стали и выбрали имя заранее. Бабушка предложила назвать Кроху Робертом, какое красивое, сильное имя. Оно у нас в Башкирии прижилось. Дочку же Лейсан назвала в честь своей мамы. Ее звали Зульфия, но все вокруг называли женщину Софией. Это имя было выбрано для девочки. Мама в основном работала за границей, и с иностранными партнерами часто много времени уходила на объяснение произношения имени Зульфия. Им все равно было сложно, и они называли ее София, София. А маме очень нравилось это имя. Поэтому София Павловна, призналась спортсменка в интервью журналу Hello. Дети и семья для Утишевой давно вышли на самую главную позицию в жизни. Безусловно, она работает и занята на крупных проектах, но собраться дома на кухне и поделиться новостями бесценно. Друзья семьи не устают повторять, что в доме у звезд царит особая атмосфера тепла и уюта. Это тоже из юности. Были времена, когда гимнастка категорически не хотела проводить время на кухне, а теперь поняла, что быть полноценной хозяйкой — это здорово. Совсем недавно Лейсан поделилась своей позицией с подписчиками в Instagram и многие согласились с кумиром. Позицию Утишевой оценила и певица Виктория Дайнека, которая также старается совмещать карьеру и воспитание наследницы, пишет сайт «Актуальные новости». Павел и Лейсан стараются проводить время вместе даже на гастролях. Недавно они с мужем побывали в Израиле. Пока у воли были концерты, утяшиво наслаждалась святой землей. В итоге буквально за неделю ей удалось скинуть 5 лишних килограммов, которые накопились за время зимы. Гимнастка уверена, что залогом стройности является сбалансированное питание и активный образ жизни, а вот на изнуряющих диетах сидеть совсем не обязательно. Она давно взяла за правило делать гимнастику в течение дня и совершать пробежки. В ее жизни есть еще одно железное правило – никогда не кричать на детей. Даже если малыши вывели маму из себя, то она не повышает голос, а просто выходит из комнаты. Этой же аксиоме следует Павел Воля, супруг гимнастки, пишет сайт «Аргменте». Ру.